Следующий вопрос. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Или должен взять намерение, что это талаф ар-рукан. То есть талаф как столб. Здесь не вот талаф ар-рукан, а как должен быть ау талаф ар-рукан. Вот так. Алиф лям нужно вычеркнуть и перед уау написать хамзу. Ау талаф ар-рукан. Или чтобы это был чем? Талафом. Столпа. Столпа. И нет ничего страшного, если человек возьмет сразу два намерения на один талаф. Талаф какой? Талаф алифада. И то, что это также талаф аль-вада. Но если человек совершит намерение перед этим талафом только как на прощальный талаф, то это является незащитным. Почему незащитным? Потому что получится, что он не совершил талаф алифада. Так или нет? А талаф алифада рукан. Без которого хач не будет действительным. Значит, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что если человек отложил талаф алифада на время прямо выезда перед из, точнее, Мекки, и совершил талаф алифада прямо перед выездом, то этого достаточно. Еще одного талафа за талаф алифада он совершать не должен. Это подобно чему? Подобно совершению намаза приветствия мечети. Какой бы намаз человек не совершил, это является чем? Достаточным. Вместо талаф, а вместо, точнее, чего намаза приветствия. И то же самое здесь. Далее, следующий вопрос. Говорит, упомянул об этом шейх имен Асамин, как это приходит в его книга Шарх аль-Мумти. Шарх на какую книгу? За Адуль-Мустахне. Значит, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что если человек отложил талаф алифада на время прямо выезда перед из, точнее, Мекки, и совершил талаф алифада прямо перед выездом, то этого достаточно. Еще одного талафа, за талаф алифада он совершать не должен. Это подобно чему? Подобно совершению намаза приветствия мечети. Какой бы намаз человек не совершил, это является чем? Достаточным. Вместо талаф, а вместо, точнее, чего намаза приветствия. И то же самое здесь. Далее, следующий вопрос. Зачем? Достаточным. Вместо талаф, а вместо, точнее, чего намаза приветствия. И то же самое здесь. Далее, следующий вопрос. Далее, следующий вопрос. Продолжение следует...